...рабатывают российскую урбанистику. И прежде чем мы начнем, дойдем до темы устойчивых поселений. Небольшой сжатый опыт нашего анализа постсоветских городов, постсоветских поселений. Как мы их анализируем, что они из себя представляют, какие проблемы докопились, причины этих проблем. И мы сами немножко еще понимаем, что делать дальше. Так, начнем. Значит, для того, чтобы начать чуть о себе, у меня базовое образование системный анализ, а в урбанистику я попал практически случайно, потому что познакомился с ГЛАЗа, чем в 2020 году, и провел вместе, поучаствовал в экспедиции «Глубины России». С тех пор как-то город и системный анализ соединились, и мы теперь этим плотно занимаемся. Значит, для того, чтобы разобраться с городами, нам пришлось сделать свою собственную модель, потому что существующие советские модели, описывающие сложные такие конструкции, как город, как поселение, ну, были просто, не имели прикладного значения. Может, будут четыре книжки прочитать, восемь с кем посмотреть, и так не понять, что же это такое. Поэтому мы придумали, разработали свою модель города. Это относится и к любой территории, где живут люди и чем-то там заняты. Итак, трехслойник, так называемый. Первый слой любой территории – это физическое пространство. И с ним все понятно. Физическое пространство. Элементы ландшафта, здания, сооружения, инкреационные зоны, инфраструктура, дороги и так далее. Вот если в городе, если в городе кто-то потерял маму, если в городе нажать кнопку «Стоп», и все, что остановится и будет иметь свой объем, все, что может иметь физическое, так сказать, воплощение, все будет находиться в этот первый слой. Даже в определенный момент машины и люди, когда мы их видим, прогуливающих, что-либо делающих на улице, как тела, как элементы физического пространства, будут тоже относиться к этому слою. Про физический слой мы более-менее все знаем. У нас есть карты, схемы, планы, мастер-планы, чертежи и так далее. Второй слой мало кто исследовал. А если исследовал, то не так подробно, как мы. Второй слой называется «Социальные системы и отношения между ними». Социальные системы и отношения между ними. И вот постсоветские города, конечно же, представляют из себя очень новую, в принципе, формацию, потому что вся совокупность жителей, которые проживают на какой-либо территории, объединены в разные социальные системы. Ну, первичное там, первое, что приходит на ум, это, конечно, например, какое-либо управление, администрация. Вот есть у нас там футбольные администрации, региональные администрации, федеральные, какие-то власти. В любом случае, это система. Почему? Потому что у нее есть свои правила, существование, у нее есть свои ресурсы, у нее есть свое предназначение. Любой социальной системы есть свое предназначение. Некая цель. Так вот, наш анализ, прикладной анализ постсоветских городов показал, что, например, администрация всех уровней, независимо от региона, цель и полагания консервативное управление или, говоря таким простым языком, вечная власть. Причем причина вот этого боязни и вообще каких-либо изменений и отсутствия даже в мыслях возможности делегировать какое-то управление, кому бы ли, кому бы, либо еще, зародилось в 90-е годы. Ну, оно в Советском Союзе было сильно развито, но в Советском Союзе была такая двухуровневая система. Было непосредственное управление хозяйственным и было политическим управлением. То есть там хотя бы было две такие силы. Часто они, конечно, перемешивались, но конкурировали между собой, но взаимодействовали. А вот в 90-е годы единственный субъект, единственная система, которая осталась, не смогла что-то делать, могла хоть как-то управлять, и это были, конечно же, такие чиновники. И в 90-е годы был жуткий страх. Мы брали три у губернаторов, у мэров, городов, они рассказывали, как в 90-е годы все эти команды управленческие городские не спали ночами, как сделать так, чтобы там где-то от кухни взялась горячая вода, приехала продукция, что сделать с заводом, который раскрылся, куда ехать, где просить денег. То есть это был действительно такой серьезнейший стресс для управленцев. И этот стресс породил у них вот некое такое нежелание вообще переживать эти стрессы заново. И вот это консервативное управление имеет такие ментальные, как бы, корни. Потому что других субъектов и других систем не было. Субъект, который резко изменился и действительно перескрузился, это крупный предприятие. Это касается там и колхозов, это касается и промышленных предприятий. Если в Советском Союзе это были образующие, градообразующие, поселенческие, образующие какие-то виды деятельности, то в 90-е годы, во-первых, многие из них перестали свое существование, прекратили свое существование по понятной причине. По причине просто жуткой неэффективности, которая в Советском Союзе компенсировалась за счет других механизмов. А как тут у вас наступает хоть какая-то конкуренция или хоть как-то меняются внешние условия, если у вас нет компетенции, если вы не понимаете, что откуда берется, то вы прекращаете свое существование. Это первая причина. Это в большей степени касается, например, сельских поселений, колхозов и совхозов. А вторая причина, что в Советском Союзе больше часть предприятий дублировалась. Например, у нас там было три идентичных завода по изготовлению конденсатов. И каждый друг друга дублировал на случай ядерной войны. Пять заводов по производству металла, датипного металла и так далее. То есть боязнь войны все 70 лет привели к тому, что Советский Союз, как хороший космический корабль, дублировал все системы. И в период окончания Советского Союза эти дублирующие системы начали умирать. И многие предприятия просто закрылись даже не по причине эффективности, а просто по причине того, что целые сегменты умерли. Именно поэтому, кстати, появились такие проплешины на территориях, брошенные промзоны или неиспользуемые какие-то, соответственно, постройки. Большое количество умерших физических пространств – это закончившие в свою деятельность неэффективные советские производства. Крупные предприятия в 90-е годы, те, кто остались на плаву, были вынуждены перестраиваться и стали частью финансового промышленного круга. Единственный способ был выжить – это построить новую цепочку. Цепочки добычи и переработки ресурсов, изготовления машин для их транспортировки или добычи и так далее. И вот большая часть выживших предприятий – это предприятия, которые из министерств и ведомств превратились в корпорации, финансово-промышленные группы. Центры принятия решений с территории переместились в центры нахождения самих корпораций, чаще всего в Москву, в лихие 90-е годы даже не в Москву, а в европейской столице. И влияние на территории резко сократилось. Прямо можно по годам считать, когда топ-менеджер предприятия резко сокращал свое участие в жизни города. Что строят, что не строят, как помогать, как не помогать. То есть он, в принципе, уходил от всех городских проблем, и всю свою деятельность схлопывал до уровня своего предприятия. Первый, кто завез в свои города микрорампы. Ребят, не хотите работать, привезем вахтовый метод, потому что у нас корпорация, нам нужна категоризация. Первый, кто начал сам восстанавливать свое профессиональное образование. Развалилась ваша система, мы построим свою технику, мы там начнем делать общежитие, начнем привозить своих преподавателей и так далее. Цель полагания крупного бизнеса во всем мире одинаковая, очень банальная, это капитализация. Кроме роста акций, крупный бизнес ничего не интересует. Но, говоря таким хорошим языком, русским, это больше ресурсов за меньшую компенсацию. Компенсируйте сдержку для минимально возможного уровня и как можно больше зарабатывать. Поэтому крупный бизнес резко ухудшил и без того сложную экологию, которую хотя в Советском Союзе экологическим проблемам старались заниматься. Хотя бы частично решать. В рыночной экономике про экологические проблемы забыли начисто, потому что не участвуют в жизни города. Люди, которые принимают решения, в этом городе не живут, им все равно, что там будет дальше. Мы сейчас наблюдаем мерки экологических катастроф, там, в Красноярске, в Норильске, где угодно. Субъект, я про него могу говорить много, начиная от того, что там и профсоюзы перестали, прекратили свое существование и возобновились уже совсем в другой форме. Но речь не о них. Субъект, который появился новый за последние 25 лет, это, конечно же, средний бизнес. Средний бизнес. Новая социальная система, которой до этого в стране просто не было. Это ритейл, все, что связано с торговлей, девелопментом, производство товаров, народного потребления, ну, типа там обувь, туалетная бумага, может быть, картонная упаковка, может быть, еще что-то. И услуги, ну, типа банки. То есть, такие крупные, средний бизнес. Как возникал этот субъект? Этот субъект возникал тоже в 90-е годы, как возможность, как люди, которые хотели заниматься чем-то, у которых был запрос на новые роли, у которых были ресурсы, какие-то компетенции управленческие. В тот период, когда все пространство фактически никому не принадлежало, и быстро, и быстро, как бы, нужно было разбирать, на каких ценностях возникал средний бизнес на постсоветском пространстве. Что знали русские люди о предпринимательстве и о бизнесе? Они, конечно, ничего не знали, потому что Советском Союзе за предпринимательство сажали в тюрьму. НЭП остался глубоко в прошлом, никто про него не помнил. А те, кто знал чуть-чуть про бизнес, знали это из массовой культуры, как правило, там, американскую. Что предприниматель – это человек с хорошими часами, в мариновых пиджаках и на дорогих автомобилях. Если вы вспомните свои 90-е годы, вы удивитесь, как много ваших, там, не знаю, там, бизнесменов именно таким образом себя и вели, и все над ними даже подсмелились. Хотя это на самом деле была реальная ситуация. Потому что некогда было взять моделей, а что такое бизнес. Некогда было разбираться, некому не у кого было учиться, что такое бизнес. Поэтому цель и полагание социальной системы средний бизнес сформировался очень примитивно. Это максимизация прибыли, говоря простым языком, больше по благу. Что бы средний бизнес не делал, его интересуют только деньги. Потому что никакие другие ценности никто ему в этот бизнес не привел. А от Советского Союза у него, к слову, социальный, к слову, общий возникло такое негативное отношение, что он про это старался как можно быстрее забыть. Поэтому средний бизнес, как субъект, который возник, конечно же, первым делом начал зарабатывать. Как он начал зарабатывать? Начал взял торговые центры. Начал строить только жилье. Начал завешивать город, соответственно, там, нарушенной рекламой. Потому что ничего, кроме денег, его не интересовало. И мы получили ситуацию, когда город, как физическое пространство, представляет на себя, в принципе, такую суперпозицию среднего бизнеса, который сильно перекроил наши города. Появились только спальные микрорайоны. За последнее время, а я проехал там 367 постсоветских городов, ни в одном из городов нет по-настоящему комплексного микрорайона, построенного за последние 25 лет. То есть комплексного, в котором был только ЖИГО, не только даже Саня Кышкова, но, не знаю, какое-то небольшое предприятие или сеть предприятий. Чтобы хотя бы 30% жителей, которые купили там квартиру, могли работать вот вблизи от дома. Потому что бизнес не про комплекс. Он говорит, друзья, я зарабатываю деньги. Мне для того, чтобы там создавать какую-то деятельность, нужно с кем-то договариваться, кого-то просить. Зачем это время? Я не знаю, с кем. Меня никто этому не учил. Я купил землю и построил. То есть, конечно же, администрации всех уровней были рады тому, что у них хоть что-то начинает происходить. Хоть чем-то можно отчитываться о том, что город развивается. И сейчас наши города находятся в ловушках. Единственный параметр, которым администрации, следя друг за другом, считают эффективным или неэффективным управлением, это количество адаптных бедр в жилья, введенных в строй. Поэтому средний бизнес и администрации друг друга как бы поддерживают всячески, пытаются друг другу помогать, потому что только вот здесь происходит хоть какое-то развитие, ну, в смысле строительства. Как влиять на это на город, чуть попозже построить. Средний бизнес, кроме, конечно же, того, что создал новый сценарий в городе потребления и новый сценарий, соответственно, разделения, сформировал новый запрос в городах. И благодаря среднему бизнесу в городах возникла и постиндустриальная экономика. Потому что среднему бизнесу понадобилась совсем другая архитектура, совсем другое, соответственно, понятие возникло дизайна, реклама, различные сложные коммуникации, интернет, бухгалтерия, банкинг и так далее, логистика. Около 42 отраслей, которые мы сейчас относим к постиндустриальной экономике на постсоветском пространстве, это, в принципе, благодаря тому, что возник вот этот субъект, которому понадобилось что-то новое. Конкуренция, более сложные услуги, более изощренные способы коммуникации и так далее. И, например, в вонных городах, набережные Челны, какой-нибудь Забайкальский, какой-нибудь Нариск, конечно же, никакой постиндустриальной экономики нет. Если вы посмотрите там нашу карту городских сообществ, мы на ней иногда выкладываем там анализ иммунных городов в том числе. Вот Нариский Никель говорит мне, Святослав, я 10 лет вкладываю развитие города Нариск, там полтора миллиарда рублей каждый год. Мы тут за диверсификацию экономики. Я говорю, ну вы понимаете, что я такой диверсификация экономики. Конечно, понимаем. Я говорю, ну отлично, вот смотрим анализ, из 42 видов деятельности постиндустриальной экономики есть только рекламное агентство муниципальной типографии. Поэтому на вопрос, почему 87% одиннадцатиклассников уезжают из города, меня даже не спрашивают. Не одного представителя среднего бизнеса. Потому что есть только крупные промышленные предприятия, которые, конечно же, все свои заказы заказывают где-то там. Дизайн, логистику, банки, все, да. В городе ему только нужна руда, там переплавки и так далее. Поэтому это сложная вещь, но в тех городах-миллионниках, в городах-пятьсоттыщниках, в принципе, вот этот постиндустриальный экономик и есть, и где-то даже широко представлено. В трехсоттыщниках уже частично, то есть есть специализация, на чем города начинают специализироваться. Цели полагания этого креативного класса, зарождающегося ему всего лишь там 10-15 лет, очень примитивные, потому что он, так как субъект, еще в городе не осознает, плохо понимает, так как он может как-то участвовать в стратегии развития города. Поэтому цели полагания креативного класса просто в центральной экономике очень простой. Fun and enjoy. Мы получаем от этого удовольствие, не всегда деньги, и мы занимаемся этим, потому что это модно, потому что этим сейчас престижно заниматься, этим нам хочется заниматься, это нам транслирует вся там массовая культура. Малый бизнес. Малый бизнес – это самозанятость, фактически тоже еще плохо собирается в субъекты, то есть не представляет из себя такого полноценного субъекта, разрозненные предприниматели, каждый из которых, в принципе, очень чувствительным к трем темам. Тема альерная ставка – чем ниже, тем лучше, тема персонал – чем меньше воролит, и чем больше работает, тем лучше, и тема маркетинга – все для всех по любой цене. Вот как только маркетинг начинается со слов «то ваша целевая аудитория? Все, что вы продаете? Все, а какая цена? Договоримся». Малый бизнес. Типичная такая самозанятость. Значит, ситуация следующая с малым бизнесом, у него целиополагания нет, потому что он еще как субъект, как система не сформировался. Но можно сказать, что если провести, и мы проводим такие качественные исследования, что хочет малый бизнес от жизни, он говорит, слушайте, не трогайте нас, нас нет, представьте, что нас в городе нет. Мы так от всего устали, от повышения налогов, от каких-то еще проверок, от очень неэффективных действий среднего бизнеса, которые нас не считают вообще за людей. То есть предприниматель может построить торговый центр, и вот этот торговый центр начать искать арендаторов со всей страны. Вместо того, чтобы с местами разработать какую-то эффективную арендную политику, может быть, чуть-чуть им помочь в дизайне, может быть, чуть-чуть их довести до уровня, там, какого-то импетенции, он предпочитает завести кому угодно. Вот только лишь бы, соответственно, не связываться с местами, даже многих из них не знать. Поэтому малый бизнес – это такая самозанятость, причем сейчас, по последним оценкам экономистов, 50% малого бизнеса находится в тени, не платит налогов и существует, существует как такая теневая экономика хорошая. Значит, субъекты, которые еще, о которых стоит сказать, чтобы вы все понимали, почему у нас проблемы с коммуникацией в стране, это городские медиа. Городские медиа, ну, городские медиа, региональные медиа, федеральные медиа, неважно, медиа. С медиа случилось следующее. В 2000-х году, когда количество каналов коммуникации резко выросло, появился интернет, и он стал достаточно массовым, появились новые технологии медийные, стало достаточно просто делать рекламу, снимать передачи, радио стало популярным. Вот пик радиостанции, пик выдачи рецензии на радиостанции пришелся на конец 90-х, на начало 2000-х. Это не просто так, количество коммуникации резко выросло. Поэтому устоявшиеся городские медиа, газеты, ну, типа, не знаю, «Кузнецкий рабочий», когда там 50 лет, или какая-то телевизионная программа, там, городская телевизионная какая-то студия, начали испытывать жесточайший кризис, кризис с рекламодателем, кризис с подписчиками. Кому они пришли просить о помощи? Они пришли, конечно, в администрацию сказать, «Друзья, вот если вы нам не поможете, то завтра газета с 50-летним стажем закроется, что скажут наши читатели». Администрация сказала, «Хорошо, что вы к нам пришли. Спасибо. Давайте подпишем небольшое соглашение». И в этом соглашении мелким почем было сказано, что критика теперь администрации со стороны средств массовой информации осуществляется только с согласием с самой администрацией, потому что мы же будем выделять вам субсидии, нам бы не хотелось, чтобы за наши деньги вы нас бы еще и сильно мучили. Администрация создала департаменты по работе со средствами массовой информации. Это 2003-2004 год начали возникать департаменты по работе со средствами массовой информации. Муниципальный бюджет, региональный бюджет начал выделять годовые бюджеты на субсидии всех основных средств массовой информации. И, короче, из своей свободной субъектности эти городские медиа превратились в некий, проверенный субъект, который, в принципе, что-то о городе сообщает, но очень, как бы, очень, очень правильные вещи, очень понятную, такую одностороннюю коммуникацию. Если делать критику, то тоже очень, как бы, часто ее согласуют. Второй субъект, который, в принципе, работает с медиа, это бизнес. Вы помните, что бизнесу нужны только деньги, поэтому, слушайте, ребят, мне не важно, что он там будет писать. Если это будет продаваться, если будет это приносить мне какой-то доход, пожалуйста. Поэтому, соответственно, или рекламные издания, или уж совсем какие-то там массовые желтые издания, которые пишут все, лишь бы, все что угодно, лишь бы их купили, или такие, прям, муниципальные городские медиа, которые сообщают официальную политику. И в этом плане городские медиа не самостоятельный субъект, независимых медиа можно по пальцам перечитать во всей стране. У нас коммуникация, какая-то коммуникация про город переместилась из пространства медиа в пространство персональной коммуникации, блоги, социальные сети и так далее. Вот, это второй момент. Кстати, одни из самых, такой побочные исследования, одни из самых больших потребителей дорогого алкоголя в городах, это редактора местных средств массовой информации. Потому что им нужно как-то вот этот, будто не кризис ценностей, каким-то образом компенсировать. И можно выйти на всех медиа, просто посетив один алкогольный бутик, и спросив, а кто, и когда в пятницу покупает определенный клиничок или определенный виски, и скажет, а! И весь список вам постоянных клиентов, вы потом смотрите со списком городских медиа и со списком городских чиновников, и они практически там во многих местах совпадают. Вот. Вот такой побочный день. Еще один субъект, о котором хочется сказать, это, конечно, локальные эксперты. Локальные эксперты. Это субъект, который сформирован, может быть, университетами, научными центрами, предприятиями, у которых есть хоть какой-то анализ и исследование, у которых есть хоть какой-то R&D. Вот. Локальные эксперты, как правило, это носительные уникальные компетенции. Это могут быть и отдельные персонажи, но в любом случае локальные эксперты, субъекты. Этот субъект тоже за последние 25 лет с начала всей этой рыночной экономики претерпел серьезнейшие, так сказать, изменения. У него всего осталось два заказчика, это администрация всех уровней бизнеса, соответственно, администрация, кроме имитации деятельности, потому что я хочу консервативное управление, не хочу, чтобы ничего менялось, но, с другой стороны, мне вроде бы нужно имитировать, что я что-то делаю, поэтому сделайте мне такую концепцию, в которой был бы эффект на весны, но которую я бы никогда не смог применить. Вот, точнее, даже, как бы, не то, чтобы не смог применить, а которые я не буду применять, и вы бы себя об этом хорошо знали. А бизнес сказал, ребята, мне ваши изобретения, научные открытия не нужны, если они не приносят денег. Поэтому, конечно же, акцент сменился на маркетинг, а сделайте нам новое маркетинговое исследование, найдите, где у нас новые ниши. Или, да, придумайте что-то, чтобы позволило нам с экономикой чуть больше заработать. Поэтому локальные эксперты, эффициент полезного действия у локальных экспертов, мы делали специальные замеры по вузам регионов, брали просто годовые их научные труды, что они делают, и потом смотрели, сколько из этого было хоть чуть-чуть реализовано, хоть как-то куда-то ушло. 10% полезного действия. Все остальное – это любые презентации за ваши деньги. Любые презентации за ваши деньги с картинами, с картинками, со схемами, с графиками и так далее – это вот то, что производит локальный эксперт. Но, чтобы сохранить свою компетенцию, локальные эксперты были вынуждены, ну, это нормальная история, конечно же, искать работу по профилю, и, как правило, находили ее не в своем городе. Потому что, если ты такой умный, почему ты такой бедный? Во-вторых, мы такие же, как ты, чего ты здесь нас научишь в жизни? Поэтому локальные эксперты, чтобы сохранить свою компетенцию, конечно же, могли ее сохранить только за счет встраивания в какие-то другие процессы на других территориях. Нет пророка в своем отечестве. Это прямо про наших локальных экспертов. Нет пророка в своем отечестве. Вот. Еще один субъект, третий сектор – общественная организация НКО. Я не зря их нарисовал рядом с администрацией поближе, потому что так случилось, что наиболее активные люди с системой ценностей, наиболее пассионарии, самые серьезные пассионарии, которые в 90-е годы, в 2000-е годы решили какие-то свои общие проблемы решать, очень быстро институризировать. Тем более, что в 90-е годы, например, общественное движение, конечно же, поддерживалось властью. Было создано просто небольшое количество ресурсных центров, причем многие из них с иностранных финансировались. Было создано вообще понятие «третий сектор», «третий сектор» как калька с европейского опыта работы с общественностью. То есть было приведено большое количество образовательных предприятий, когда возникло действительно тех активистов, которые были в городах и на территориях, в принципе, были востребованы, и им были даны ресурсы для решения этих каких-то проблем. Но в 2015 году мы можем зафиксировать, что «третий сектор» общественной организации, в принципе, целеполагание следующее. Это КСО, КСП. Купирование социальных проблем. Почему купирование социальных проблем, а не решение социальных проблем? Потому что за последние 20 лет ни одна из проблем, которая поднималась этим «третьим сектором», не решена. Не проблема с экологией, с разделением сбора мусора или с очистными сооружениями. Не проблема с людьми, которые прошли через тюрьму. Не проблема с, не знаю, с детьми и так далее. Не проблема с наркоманией. Ни одна из социальных проблем не то, что не была решена, она даже, в принципе, не была описана системным образом. Почему? Потому что на самом деле, конечно же, если решать социальные проблемы, они все, причиной этих социальных проблем уткнутся в некую систему, в некое системное поле. И, конечно же, администрация, чтобы сохранить управление, сказала, «Ребята, вы занимаетесь этой темой, но решать ее не надо. Поэтому и купируйте ее». Потому что тем более, что вы занимаетесь тем, чем мы не хотим заниматься. Экология, там что-то мусор, бездонные дети, кто-то, кто все вместе. Нам вообще инвалиды. «О, не-не-не, это вот этим занимаетесь. Мы даже вам будем давать денег». Но мы будем за эти деньги спрашивать. То есть, поэтому сейчас третий сектор сидит на такой жесткой игле. То есть, он, в принципе, фактически полностью зависит от государства, в случае субсидий, грантов, разрешательных документаций. А, во-вторых, он не может повлиять на решение причин этих всех социальных проблем. Ни в одной затрасле. Причем даже примеры, связанные с экологией в нашей стране, в той же иной экологической форме, могут стоить этим активистам, этим сообществам, даже институризируем, могут стоить свободы и могут стоить каких-то ресурсов. Пример из Красноярска, когда мы делали исследование для Общественной Палаты Российской Федерации в этом году. Вот Красноярские мощные экологические движения, в 20 лет. Я с ними делал глубинное интервью, они говорят, и спрашивают, просто так, понимая прекрасный ответ, то есть, она спрашивает, «Друзья, а сколько вот за ваши 20 лет вашей деятельности, вот вы показываете тут большую статистику, много грантов, кучу людей с вами, а сколько очистных сооружений было введено в строй благодаря ваших деятельств?» Они молчат, говорят, «Хорошо, а какой процент снижения заболеваемости для типичных, для Красноярска, Новокузнецка, там, Братска, заболеваний, на которые вы смогли повлиять?» Мы даже к статистике не допускаем. Мы 20 лет занимаемся сейчас конкурсом детских рисунков. Вот у нас грамота от Кобзона, вот у нас фотография, там, не знаю, еще с кем-то. О чем ты говоришь? Если как только мы начинаем копать глубоко, нам сразу вызывают и говорят, «Друзья, вы не туда лезете, какие помоечки, нет у нас ничего, кокетичные сооружения, забудьте про это». Мы уже вставили эту программу на 2020 год. Фактически даже люди, которые, в принципе, понимают, что в обществе что-то не так и обладают вот этим импульсом изменений, характерным чертом активистов, не имеют возможности по написанным не ими правилам что-либо изменить. То есть парадокс, когда ситуация заключается в следующем. Что правила работы, правила решения общих проблем написаны одним субъектом. Люди, которые этим занимаются, находятся в такой ловушке, что они пробуют в установленных границах что-то решить. Но правила написаны так, если сделать системный анализ правил, правила написаны так, что эти проблемы вы даже не увидите в решении этих проблем. Вы всегда будете решать только следствие этих проблем. И поэтому купимые социальные проблемы. Поэтому третий сектор нельзя сказать, что развивается с точки зрения увеличения количества участников или увеличения количества каких-то там новых партнеров. Третий сектор развивается с точки зрения усложнения. Появляются все более и более сложные формы внутренней работы, конференции, практически семинары, ресурсные центры, там и так далее. Очень много всего возникает внутри. Но если посмотреть целиком картинку, то картинка только ухудшается. То есть общая реальность, данная нам в ощущении, говорит, наверное, о том, что деятельность третьего сектора все менее заметна. Плюс цифры, которые меня расстроили, что 40% своего времени и ресурсов этот третий сектор тратит или на оформление грантов, или на написание...